Карелия И везде оставил по себе добрую память Траурный митинг на производственном объединении Петрозаводск-Буммаш имени Ленина Выступающие говорят о том какой на редкость организованный требовательный И в то же время чуткий человек был Юрий Владимирович С каким пониманием относился он к нуждам и заботам трудящихся Когда на Онежском тракторном заводе родилось движение станочников-скоростников товарищ Андропов горячо поддержал его и многое сделал для его распространения Он высоко ценил творческую активность рабочих масс Петрозаводский государственный университет имени Коусенина В его стенах Юрий Владимирович Андропов учился Для советской молодежи Жизненный путь Юрия Владимировича Андропова всегда будет ярким примером беззаветного служения интересам партии и народа 14 февраля 1984 года 12 часов 45 минут по московскому времени Субтитры создавал DimaTorzok Советский народ демонстрирует в эти дни тесную сплоченность вокруг коммунистической партии ее Ленинского центрального комитета Единодушно поддерживая решение внеочередного пленума ЦК советские люди заявляют о своей непреклонной воле и впредь самоотверженно трудиться для торжества коммунистических идеалов крепить дело мира В канун прошлых выборов в Верховный Совет СССР в Костомукше был всего один избирательный участок а сейчас их 12 представители более чем 12 тысяч избирателей собрались во Дворце культуры горняков на встречу с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР Валентином Эдуардовичем Сычевским Свой труд на Костомукском горнообогатительном комбинате старший агломератчик Сычевский начал с того, что принялся монтировать обжиговую машину на которой предстояло работать Машины не было, цеха не было комбината в сущности тоже не было С тех пор прошло вернее промелькнуло три года Уже вторая очередь комбината дает руду Ее выпуск за 14 месяцев вырос втрое Рядом с той первой машиной стала другая Ею командует Владимир Вивчар вчерашний помощник Сычевского его питомец вышедший на самостоятельную дорогу Впрочем, от пульта до пульта рукой подать и значит оба они по-прежнему как бы в одной бригаде Снимали на пленку как выпекает Сычевский очередные сверхплановые тонны металлургического сырья и знали, что через несколько часов встретимся снова Рекомендуют к избранию облекают ответственностью дают наказы Сердечно поблагодарив товарищей за доверие Валентин Эдуардович обещал не жалеть усилий, чтобы это доверие оправдать Калевальский район Южкозерский леспромхоз Владимир Антонович Пертунин из рода знаменитых сказителей рунопевцев Школа Пертунинов уважительно говорят о его предках ученые-фольклористы Школа Пертунина вторытым работники лесного хозяйства но имеет в виду совсем другое Фотоснимки на память о встречах во дворце съездов Владимир Антонович участвовал в работе 26-го съезда партии он член Карельского обкома КПСС депутат Верховного Совета Республики а по профессии он шофер вот уже более 20 лет возит лес сперва его бригада была односменной потом укрупнилась и стала двухсменной а теперь она трехсменная такого еще не бывало не только из соседних поселков но и из соседних республик потянулись в школу Пертунина ученики у лесных рейсов расстояния небольшие а путь из них складывается дальней избиратели Кемского округа выдвинули кандидатуру Владимира Антоновича Пертунина в высший орган государственной власти страны теперь познакомимся с Зинаидой Николаевной Кокаревой на Нежском тракторном заводе она работает 20 лет ровно столько сколько вообще продолжается ее трудовая деятельность во втором механическом цехе ее знает каждый хотя в цехе Зинаида Николаевна бывает редко не здесь ее рабочее место перечислять различные цифры не лучший способ рассказывать о человеке но все-таки как нам кажется несколько цифр сейчас будут кстати ежедневно бригада Кокаревой готовит обеды для 1200 человек в таблице рецептов которыми она пользуется одних соусов не меньше 30 жалоб на обслуживание ноль благодарностей десятки три раза подряд Зинаида Николаевна избиралась в Петрозаводский городской совет 4 марта 1984 года по избирательному округу номер 570 будет баллотироваться в Верховный Совет СССР повар рабочей столовой цеха номер 2 онежского тракторного Зинаида Николаевна Окарева годизм 계 Stellen «Настя» «Инско»